Здравствуйте товарищи! Сегодня поговорим про топ американской танковой ветки М26 Першинг, который был введен в обновлении Крепче Стали. И мы почти разобрали все, что было введено в этом патче. Осталась буквально пара машин. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые обзоры. Ну, приступим! В 1942 году началась разработка нового танка, который должен был стать ответом на немецкие тяжелые машины. Проект получил кодовое название Т-26. Основной задачей для инженеров было создание танка с мощным орудием, превосходной броней и при этом сохранение маневренности и скорости при движении. Т-26 был продолжением целой серии прототипов Т-20, Т-22, Т-23 и Т-25. Но была проблема. На тот момент в США господствовала доктрина истребителей танков, которая подразумевала, что танки не должны воевать с танками. Ведь всегда на войне все идет по плану и никогда так не бывает, что танки врага выезжают на позиции, где нет потасау. Но, в принципе, на это всем было пофиг до 1943 года, ведь шерманы даже в экстренных ситуациях вполне справлялись с немецкими ПЗ-3 и ПЗ-4. В 1943 году на фронт стали поступать тигры и пантеры, против которых шерманы фактически были бесполезны. В этот момент проект Т-26 получил второе дыхание, ведь несмотря на относительно малое число пантер и тигров на фронте, они наносили существенный ущерб американской армии. Никто не мог быть уверен, сколько еще таких машин успеет создать немецкая промышленность. Но единого мнения по поводу Т-26 все же не было, что приводило буквально к срачам офицеров. Когда генерал Макканейр всячески отрицает надобность производства Т-26, ведь сейчас в серию пойдет очередная модификация шермана с улучшенной пушкой и проблемы будут якобы решены, а другой генерал Деверс уговаривает третьего генерала Маршала разрешить производство хотя бы небольшой партии Т-26. В итоге этого, 16 декабря 1943 года, Маршал разрешает производство 250 танков Т-26. Затем, в конце этого же месяца, Деверса переводят как можно дальше в Средиземное море, где он в конечном итоге возглавил вторжение в Южную Францию вместе с 6 группой армий. Главное, чтобы он был как можно дальше и не мог влиять на решение по поводу Т-26. В его отсутствии предпринимались дальнейшие попытки сорвать программу Т-26, но постоянная поддержка составных генералов Маршала и Эйзенхауэра сохранила производственный заказ. Однако, испытания и производство шли медленно, и полный цикл производства Т-26 начал работать только в ноябре 1944 года. В ходе разработки были использованы самые передовые на то время технологии. Например, танк получил мощную 90-миллиметровую пушку М3, которая была эффективна против тяжелых танков противника. Причем, эта пушка уже ранее применялась на ПТ Сау Джексон и вполне была знакома немецким экипажам, которые отчетливо понимали, что такая дура их прошьет без проблем. Также уделено было внимание броне, которая была усилена в сравнении с Шермоном. Как вы понимаете, часть офицеров до самого конца считала, что Т-26 ненужный проект. Однако, после Орденской битвы, где немцы массированно использовали несколько сотен пантер и тигров, что привело к огромным потерям среди танковых экипажей союзников, уже до всех дошло, что Шерман не справляется и нужны более современные и мощные машины. В Европу до конца войны успело поступить около 200 першингов. И несмотря на малое число зафиксированных эпизодов боев с участием першингов, они показали себя неплохо. 90-мм пушки было достаточно, чтобы бороться с немецкими танками на дистанциях более километра. При этом броня позволяла неплохо держать удар, хоть и не давала 100% защищенности. Иронично, что першин изначально создавался как средний танк, но в конце 1944 года для поднятия уверенности экипажей он был переклассифицирован в тяжелый. В мае 1946 года, в связи с изменившейся американской концепцией танковых войск, першин был вновь переклассифицирован в средний танк. Отсюда и некоторые его особенности. По сравнению со средним Шерманом, першин был значительным шагом вперед, особенно в области вооружения и бронезащиты. Однако его проходимость не соответствовала проходимости среднего танка. Из-за того, что на М26 стоял тот же самый двигатель, что и на Шерманке. В то время как Шерманка была легче першинга примерно на 10 тонн. Трансмиссия у М26 тоже была не совсем надежной. Этот недостаток был устранен в 1948 году с появлением новой модификации М26Е2, которая использовала новую силовую установку. Эта модификация получила имя М46 Генерал Паттон. Таким образом, М26 явился базой для создания целой серии танков Паттон, которые изменили першинги к началу 50-х годов. После войны першинг оставался на вооружении американской армии вплоть до 1951 года и успел поучаствовать в Корейской войне. Перейдем к игровому применению. Танк ни хрена не тянет на топ ветки. Вот серьезно. Першинг это фактически аналог Пантеры, не более. Он ни разу не близок к ТХ. По броне, несмотря на то, что она увеличена в сравнении с Шерманами, там всего 100 мм во лбу. Да, под углами. Но это все равно не так много для немецких танков. Даже ПЗ-4, если будет выцеливать, вполне может вас пробить. Не говоря уже о чем-то более мощном типа Пантеры или Тигров. Но все же этой броне достаточно, чтобы нам иногда везло. Особенно если активно дергаться, пока по вам стреляют. Все же небольшой угол и уже шансы появляются. Но при этом крышка МТО является очень слабым местом. Меня несколько раз выбивали двигателями буквально с короткой очереди 20 мм пушек на выезде со спавна, а после подрывали бомбами. Да, это работает с многими танками, но у Першинга по ощущениям как-то это происходит еще быстрее, чем на остальных. Для орудия у нас 4 вида снарядов. Бронебойные каморные снаряды, которые могут бороться со всеми танками в игре, кроме КТХ и Хори. Главное выцеливать слабые места. Опять. Фугасы вполне мощные. Все же пушка 90 мм. Под калиберы, которыми мы можем пытаться ковырять КТХ и Хори. Но урон у них отвратительный, поэтому вам проще застрелиться, чем кого-то разобрать с подколей. И классическая пачка дымовых для поддержки пехоты. Перезарядка орудия с перком около 7 секунд, что вполне достойно. Скорость у нас как бы и есть, но с той же советской Т-34 мы соревноваться не можем. Билд и набор снаряжения для экипажа у меня классический. От танка к танку ничего не меняется. Единственная проблема, что у американцев все очень плохо по стрелковке. Ну вот я поставил топ в Томпсон, но я даже не уверен, что это имеет смысл. Ну потому что он все равно говно. Я не знаю, что взять американскому экипажу, там нет нормальной стрелковки, помогите. Еще на крыше есть крупнокалиберный пулемет, но я по-моему им ни разу так и не воспользовался. Все же торговать лицом командира не хочется. В сумме можно сказать так, машина хорошая, определенно лучше того, что есть в прокачке ранее. Но это никак не тянет на Томп ветке. Все еще жду суперпершинга, который анонсировали ранее, но почему-то так и не вели. Несмотря на это, не советую вам качать першинг прямо сейчас. Просто из-за того, что американцы это попущенная фракция в этом патче. Лучше пойти покачать немцев или японцев. С вас лайк и подписка. Вписание, ссылочки на мою группу вконтакте и дискорд сервер. А также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok